Доброго времени суток! Мы продолжаем. Итак, давайте создадим объект в сферу. Перейдем в режим отображения вид спереди. И сдвинем нашу сферу в левый край экрана. В нулевом кадре зададим ей ключ. И создадим простейшую анимацию. На 30 кадре вверх. На 60 кадре вниз. Посмотрим, что у нас получилось. Отлично. Давайте опять нажмем правой кнопкой мышки в пустом месте экрана. И выберем команду показать треки. Сразу посмотрим на это окно. Уже в этом окне мы можем работать как с треками. То есть вы видите, в левой половине экрана отображаются наш объект или объекты. Глядя сколько у нас их в сцене. И отображаются основные параметры анимации. То есть это позиция, масштаб и вращение. Далее. Уже здесь мы можем переключиться между редактированием треков, вот как сейчас, и между F-кривыми. То есть графиками анимации. Используя вот эти вот кнопочки, мы можем немножко редактировать вид отображения нашего экрана. То есть в данном случае просто вращая колесико, я изменяю масштаб, чтобы мне было удобно просматривать график. Итак, вернемся в работу редактирования треков или ключей. Итак, вот эти вот желтые квадратики у нас и обозначают наши ключи анимации. Каждый квадратик, который отображается здесь, он соответствует тому или иному параметру, который вы анимировали. Итак, что мы здесь можем сделать? Основные моменты работы. Ну, во-первых, мы можем удалить ключи. Есть у нас ряд дополнительных функций. Мы можем изменить интерполяцию просчета между ключевыми кадрами. Затем мы можем растянуть или же наоборот сократить нашу анимацию. То есть смотрите, сейчас я выбрал все ключи. Общее время анимации у меня 60 кадров. Я могу ее уменьшить до 20, допустим, или до скольких я хочу. Причем, обратите внимание, ключевые кадры, расстояние между ними, также уменьшается и увеличивается пропорционально. Если у меня стоял интервал через каждые 30 кадров, смотрите, и общая продолжительность анимации 60, если я увеличу до 100, то у меня середина автоматически сместится на 50. Также, если мы раскроем дополнительные вкладки, у каждого параметра анимации мы сразу же можем просмотреть и график. И повторюсь, также мы можем сразу же изменить интерполяцию просчета между нашими ключевыми кадрами. Либо линейный, ступенчатый, сплайновый и так далее. Что ж, вот это вот основная работа с ключами анимации. Более подробно мы еще рассмотрим в следующих уроках. Итак, давайте посмотрим. Вот, для примера, я растянул нашу анимацию и что получилось. Вот, на шкале времени, да, автоматически все мои ключи сдвинулись. Здесь ключ, который соответствовал верхнему положению нашей сферы с 30 сместился на 50. И общее количество, общее время анимации, извиняюсь, увеличилось до 100 кадров. Ну что ж, на этом урок закончен. Всем пока!